Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на удаленной связи через Фейсбук рок-певица, литературовед и поэт Аня Герасимова, известная как Умка. Аня, здравствуйте. Аня, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Попрещено употребление, если у педагога в человечестве. Если можно попросить вас чуть-чуть поближе подвинуться к компьютеру. Да, да, да. Я говорю, что не всегда нужно употреблять выражения, которые используют в википедии. А кем вы себя считаете? Аня, кем вы себя считаете? Рок-певицей или же поэтом кем? К слову рок-певицей относятся, наверное, к каким-нибудь другим людям. Я не знаю, это сложно. Я всегда пишу авторских полков и песен. Ну вот вы защитили первую в стране диссертацию про абериутов, да? Основателем абериутов, то есть членом объединения реального искусства был Данил Хармс. И Хармса называли и называют сейчас гением бреда. Как вы считаете? Гением чего? Гением бреда. Гением бреда. Вы не слышали такого определения его творчества? Я не знаю, кто способен на такие формулировки. Извините, пожалуйста. А кем вы его считаете? Я думаю, я с вами вместо того, чтобы долго договариваться, как выключать компьютер, договориться с руки о каких-то формулировках. Я не знаю, кто это мог родить, такую формулировочку. Я хочу посмотреть в глаза эту формулировку. С кем для вас является Данил Хармс? Ну, вообще, это очень интересный человек и совершенно поразительный автор. Маргинальный очень, он на грани литературной и не литературы находился. И, в общем, это длинный очень разговор. А вот эти вот короткие, якобы броские формулировки, я не знаю, мне кажется, надо скатать в трубочку за солнце хотя бы в карман. Но у вас нет ощущения, что сегодня время таких броских, ярких, упрощенных формулировок вообще, во всем? Люди очень любят лозунги вообще. Им кажется, что если они громко и быстро что-то произнесли, то это уже как-то точно, веско, емко и ярко. На самом деле, это совсем не так. Это называется в лозу, ну, грубо говоря, сесть. Ну, в рок-культуре, в музыкальной культуре, если говорить о лозунгах, о каких-то таких ярких броских высказываниях, насколько это распространено сегодня, как вы считаете? Да, это вообще распространено и всегда было тоже. Вообще люди любят лозунги. Они думать не любят, они любят крикнуть и посмотреть, что будет. Желательно, чтобы посыпались от всех сторон похвалы или деньги, или что-то еще полезное. Ну, вот как отличить истинную гениальность таких авторов, как Хармс, от действительного, может быть, бреда, который вот сейчас на просторах интернета у нас и повсюду? Ну, как отличить? Надо вкус иметь и какие-то начатки культуры, чтобы отличить ерунду от настоящего. А вот насколько много людей, на ваш взгляд, могут это сделать? Потому что можно вспомнить Семерсета Мойма, в котором «Луна и грош». Он там как раз был один из искусствоведов, который сам понимал, что он никогда не станет рисовать гениально, но он мог и обладал этим талантом распознавать таланты других. Вот насколько все-таки люди обучены отличать графоманские тексты от действительно серьезных произведений? Они не обучены. Они даже не обучены не писать графоманские тексты. Более того, сейчас все такие начитанные, точнее, нахватанные, что уже настоящий такой... Сейчас я сделаю маленькую ставку такую. Мы сейчас были на одном фестивале вместе с прекрасным московским поэтом Олегом Хлебниковым, с которым мы много лет не встречались, вообще знакомы очень давно. Мы разговаривали о графомании. Он, оказывается, много лет собирал, по крайней мере, графоманские стихи, которые, когда он работал в журнале, его прислали охапками, как тогда водил. Вот он говорит, что раньше графоман был ярче. Потому что раньше графоман был от стихи, так сказать, да, как недавно сказал один товарищ, от стихи до стихи. Раньше графоман был простецкий. Он, как бы он ни думал тупо и бредово, он думал своей головой. А сейчас все начитанные, все только делают, что шерстят этот интернет. И все так, знаете, как цифровая запись. То есть пики обрезанные. Верха и низа обрезанные. Есть такой середнячок. Он бывает более грамотный середнячок, и тогда он не считается графоманным. А бывает более неграмотный и более тупой. У меня не понимающие-то неустыли. Вот тогда он считается графоманным. Ну, вообще, в принципе, яркого мало. Интересных поэтов можно пересчитать по пальцам. Несмотря на нашу подъем. Подъем интересных поэтов, как бы. А как вы считаете, близка ли гениальность детской литературе? Ведь Хармс и Веденский впоследствии писали детские рассказы. Вот почему гении стали детскими авторами? Дорогие товарищи, простите меня, пожалуйста, за такое обращение. Значит, во-первых, и Хармс, и Веденский писали детские сказки. Главным образом рассказывают тоже. Конечно, писали, потому что рассказывают проще. Во-вторых, я на вашем месте не употребляла бы так часто слово «гений». Потому что гений можно вообще пересчитать по пальцам одной лухи. Я могу их назвать. Но не буду это убивать. Но, в общем, это очень большое. Не нужно разбрасывать в таком деле. Я могу назвать, не знаю, в русском XX веке, я могу назвать Бродского, Густоцкого, Летового, Веденского. Ну и там буквально. Ну, не знаю, мы даже считали. Это те, кого вы считаете гениальными, или же нет? Очень. Это раз. Во-вторых, что касается детских стихов и рассказов, которые писали Хармс или Веденский, это была для них единственная возможность физически выжить. Потому что того, что они писали не для детей, а, собственно говоря, для себя и для устного круга, друзей, в основном просто для себя стоит. Это не могло быть напечатано ни при каком раскладе, ни при каком видом. Поэтому потом он приходилось как-то зарабатывать на жизнь, кормить семьи. Ну вот вы сказали о том, что... Варшак в детской редакции «До Суздата» их прибрел, помог им как-то за жизнь зацепиться. И они, конечно, были, с одной стороны, благоверны, а с другой стороны, известно, что, в общем, им было неприятно участвовать в этой советской детской литературе. И они, в общем, этого конформизма в себе не любили. И тем более они не любили его вопросов. Но просто некогда было девать. Это так же точно, как в мое время принято было... Я же переводчик, да, по первой профессии литературе. В мое время было принято переводить поэтов из очень далёких национальных республик. Просто переписывая стихи. Иногда просто вставили их фамилию, а дальше там с моё чего-то, на тему. Просто для того, чтобы что-то заработать. К счастью, я почти не участвовала в этой истории. Но вообще люди так жили. Они так этим образом вызывали, как по литературным предметам. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте вопросы нашей сегодняшней гости. Анна Умка-Герасимова у нас на прямой сегодня связи. Так что звоните, задавайте вопросы, участвуйте. Также пишите свои сообщения и комментарии в фейсбуке. Мы будем их зачитывать. Аня, как вам кажется, какой должна быть красота в гротескном понимании? Или стандарты красоты, они одинаковы везде? Или то, что красиво в гротеске, не может соответствовать принятым стандартам красоты, так скажем? Это вопрос интересный. Мне не хватает примеров. Пожалуйста, применить, приведите пример стандартной красоты и гротеской красоты. А есть ли эти стандарты? Да, существуют ли какие-то примеры действительно? Я как раз жду примеров, потому что я так голословно не могу ничего утверждать. Может быть, у нас с вами разные представления о красоте и о гротеске. Здесь это интересно, что, например, в гротеске это может быть такая гипертрофированная какая-то форма, потому что «Смерть старичка» рассказ Хармса, который лично на меня произвел огромное впечатление, мне он кажется очень красивым и очень трагичным при этом. Он стандартный. Дело в том, что то, что вам кажется красивым, на самом деле является прекрасным математическим музыкальным построением. И «Смерть старичка», и «Начало одного очень хорошего летнего дня», и другие подобные рассказы Хармса, построены по принципу построения музыкального произведения. Он очень любил музыку, и в его записях есть такие построения, по которым он впоследствии пытался создавать вот эти небольшие рассказы. То есть он практически изобрел новый жанр, который никому не пригодился, потому что он ничего не умеет. И никому вообще не надо. Я не вполне понимаю, что вы считаете стандартной красотой. Ну вот как раз мы пытались разобраться, есть ли эти стандарты красоты, потому что, опять же, мы можем взять такой абсолютно стереотипный, вообще принято по риск с синтон, например. Пример – это, например, стандарты красоты человеческих тел, которые определяют глянцевые журналы. Есть пресловутая формула 90-60-90, которая определяет некие идеальные, как считают вот эти авторы глянцевых журналов, редакторы, соответственно, стандарты. Но это ведь ничего не значит, по большому счету. Я имею в виду параметры женские фигуры. 90-60 есть у меня, это мое давление. Ну вот в том-то и дело, что это стандарт, навязанный с одной стороны, существующий, пропагандируемый, но он вообще не отвечает тому, что женщина со стандартом 90-60-90 является абсолютно красивой, согласитесь. Но стандарт этот есть, по крайней мере, его продвигают очень активно. Не, не, на самом деле вы странно как-то сравниваете. На одном конце у вас смерть старичка Хармса, а на другом у вас гламурный журнал. Так это все равно, что апельсина на стакане множат. Это несовместимые, совершенно несопоставимые вещи. Но мы как раз говорим об этих стандартах, которые навязываются в том числе. Если бы вы, например, взяли и сравнили, скажем, то есть Хармса старуха, например, и, допустим, какой-нибудь роман Набокова. Вот Набоков – это по-настоящему прекрасная, самая красивая литература, которую только знали. Вот эта красота настоящая, как она есть в жизни, и как она выглядит, будучи гениально, Набоков – генебезусловно, перенесена в литературу. То есть это настоящая, красивая, не красивенькая, красивая, прекрасная литература. Что касается абериутов, тут дело не в гротеске, а в том, что они уже почти не литература. Это маргинальные люди, и они занимаются маргинальными жанрами. Они даже слова такие называют, но это пограничники на советах. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это не принадлежит классической традиционной литературе. Вот, точка, не принадлежит. Это уже другое. Другое дело, что потом за ними пошла масса подражателей, которые вообще никакого отношения, ни к чему не имели. Просто они думают, что если они будут лукендриваться, махать руками, ногами, кричать и спражняться на сцене, то это будет уже вообще супер искусство, очень бюроцентное, веселое, интересное. На самом деле, совершенно не веселое, а не интересное искусство. Что для вас есть красота, вот если в визуальном понимании говорить? Ну, знаете, я сейчас смотрю в окошко. У меня там березы растут. И за березами сзади облако. И вот облако повторяется своим контуром, контур леса. Я считаю, что это очень красиво. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните нам. Также пишите свои вопросы в Фейсбуке. Вот мы получили вопрос от пользователя с ником Вадик Жук. Он задает вам вопрос. Умка, а вы ведь сами себе музыкальный агент? Если да, то это принципиально. Или почему-то не предлагают. Вот такой вопрос поступил. Да меня, по-моему, побаивается все. А почему? Как думаете? Ну, видимо, потому что со мной не очень просто договориться. То есть не то, чтобы я хотела какие-то страшные дели, наоборот. С этим как раз вопросом. Ну, просто я не буду. Как-то я не приучена и уже, наверное, не научусь никогда. Таким образом прогибать, извините, выражение под изменчивый мир, чтобы он прогулся. Вы сказали в одном из интервью, я по памяти сцитирую, если ошибусь, вы меня поправьте. Вы сказали о том, что наше творчество, оно в плане охвата не очень масштабное, но зато оно настоящее. Вот такие слова. Я как-то вряд ли употребила своего творчества. А как вы могли это сформулировать? Слов как творчество, красота, любовь. Я их как-то побаиваюсь. Они так захватаны, что я их редко употребляю. Я говорю, видимо, о том, что наша известность и охват аудитории по масштабу не сравнил с более успешными проектами. Но, тем не менее, у нас есть настоящая связь с нашей республикой и настоящая, а не эффективная связь с тем, что мы делаем. Мы делаем то, что мы хотим, и стараемся делать это, как мы делаем. Но сохранить вот это настоящее сложнее или легче, точнее, легче с небольшой, относительно небольшой аудитории, и когда она увеличивается, то эта связь теряется каким-то образом? Или, в принципе, это не имеет большого значения? Я уверена, что это никакого значения не имеет. Это искусственное положение вещей, которая выгодна тем, что занимается в ситуации. Мы имели массу примеров в истории мировой культуры, когда человек, ну, или люди, особенно это касалось 20-го века, рок-группы и так далее. Когда человек делал ровно то, что хотел, ровно так, как хотел, имел огромную аудиторию и даже большие деньги. Ну, не знаю, ну, я же в стране люблю, да, грубо говоря, Олимская. Ну, к примеру, Роза Вилка. А вот ваша песня «Не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо», несмотря на текстовую составляющую, да, мелодия звучит довольно успокаивающе. Песня, в вашем понимании, это что? Это как успокаивающе? Это рак-н-рол. Это протест? Это веселая музыка. Песня веселая. Я говорю об аккомпанементе, то есть он звучит действительно успокаивающе, вот на мой лично субъективный взгляд. Почему успокаивающе? Это рак-н-рол. Веселая танцевальная музыка. Это успокаивающе. Ну, наверное, для каждого по-своему, каждый по-своему воспринимает песни. Или же нет? Вот что важнее, текст или музыкальное сопровождение, на ваш взгляд? Я не поняла. Я говорю о том, что многие артисты, например, часто говорят, что песня – это то, что нужно чувствовать, и каждый воспринимает ее по-своему. Например, для кого-то это там успокаивающе, для кого-то это призыв к протесту, или призыв, там, я не знаю, к каким-то действиям. Вот что в себе несет эта песня, на ваш взгляд? Что вы в нее вкладываете? Я думаю, как музыка может быть, как вы сказали, с призывом к действиям, к протесту какого-то, я не поняла. Ну, к примеру, «Вставай, страна огромная», она же побуждает людей вставать и идти. Потому что там слова такие. Ну, в том числе и мелодика там достаточно мощная, которая… Если, например, такую песню утром поставить человеку, который хочет спать, я не думаю, что он прямо сразу вставит, потому что дерево-то работает. Насчет «Стравай, страна огромная» – это вообще некорректный пример. Это великолепный гимн, сопротивление, вторжение, так сказать, через земную хвость в родную страну. Это прекрасное произведение, в отличие, кстати, от многих других советских песен, которые несут в себе эффективное чувство и эффективное переживание. То есть я правильно… Вы понимаете, да, что я говорю неэффективное, а неэффективное. Вот. Тут все по-настоящему. Это действительно серьезная произведение. Вот. Что касается песни «Не волнуйся, мама», вы кроме припева там слышали вообще содержание? Это довольно шуточное содержание. И текст этой песни является, в общем, в некотором отношении породимым. что если сравнить его с многочисленными утверждениями, что все хорошо, что не волнуйтесь, да, и словарь «мама» и прочее, в этом роде. То есть это вот такая, такой перевертость, в общем-то, для смеха, да. Ну, песни – это то, что… Ну, это хочется содержаться такой веселой и в семейном маленьком отношении, даже частично протестный такой посыл. То есть вот эта мама, которая все время говорит, «Ой, там, я хочу, чтобы все было хорошо, спокойно». А велический герой, так сказать, этого произведения, ей отвечает, что «Не волнуйся, мама», ничего хорошо не будет. То есть ты даже не надеешься. Главное, не волнуйся, а я уже постараюсь, чтобы ничего не было хорошо, а все было так, как не случилось. Ну, песня – это все-таки то, что нужно чувствовать или понимать? А что? Песня – это все-таки то, что нужно чувствовать или понимать? То есть осмыслять именно текст? Или же достаточно просто ощущений, которые сопровождаете во время прослушивания? Я вообще-то это не разделяю. Вообще я не разделяю эти вещи, что значит понимать. Вот этот несчастный русский русский, буквально, прижмель, не ладен. Поскольку у нас вообще с музыкой не туба в стране, да, с рок-музыкой очень туба, то наши, значит, доблестные рокеры решили, что в нас мы не можем поможете дотянуть туда образцов, которые мне подражаются. Давайте мы сейчас будем всем говорить, что у нас самое главное – это смысл, и что у нас главные слова, и у нас такие вообще тексты невероятные, что все должны суть. В результате получился перекос в сторону главным образом графоманского и очень непрофессионального текстового вот этого контента. И сейчас только начинает положение как-то выправлять. То есть вы не видели. Появилась целая комборка молодых, товарищей людей, которые интересно поют, интересную музыку. и искать, и слушать, и совершенно не задумываться о том, что там главные слова, и люди. Я очень рада, что в последнее время что-то у нас в последнее время. А, например, вот кого вы выделяете из современных исполнителей? Я недавно где-то перечисляла. Там и сама куча народу. Вдовин, не знаю, Тяковский, Дима Дубров, Дмитрий Багин, Александр Щербина. Ну, такие вот люди. Вы можете даже и все не знаете. Это вот 30-ти и 5-ти летние люди и хорошо знают, что здесь такое время. Но, за прочим, здесь гениальная одна девушка, скажем так. Она уже не совсем мало один из девушек, она тоже легче пина. Я не знаю, вы слышали ее когда-нибудь? Нет, еще не успели. Ну, вот, кстати, хотел бы зачитать... Понимаете, мы... Вот когда мы были маленькие, да, слушали там, не знаю, грубо говоря, аквариум термозоопарк, и думали, во, вот, при Китае, сейчас вот у нас вот, наконец, в Киево, там, придется в стране и так далее. Все друг другу пели какие-то песни, все кого-то знали. То есть происходил какой-то интересный такой движняк. Сейчас, несмотря на то, что огромная аудитория в интернете есть, которая потенциально может быть задействована в любом очень интересном проекте, эта аудитория ничем особо не интересуется. Она вот интересуется, как все-таки сделать и прическу себе поправить так, чтобы хорошо выделить. Вот поэтому все упоминания о гламурных журналах я, как я называю, в красоке, у меня в расцепе у тихо, правда. Ну, кстати, упоминание о гламурных журналах я же выбрал специально для контраста, для того, чтобы показать, насколько это пропагандируется, насколько этот стандарт навязывается. Нет, никак на вас лично не распространяйте. Да, нет, я просто хотел упомянуть, что как раз это такая интересная история, связанная с тем, что это навязанный стандарт, о котором мы говорили, что часто навязанное подменяет вот это ощущение настоящего. И те же молодые девушки стремятся соответствовать этим журналам. Почему-то... Во все времена были эти навязанные стандарты. Всегда же они были. Ну, вот это навязанное, оно вытесняет что-то настоящее, что-то важное? Оно же вытесняет, получается, что-то настоящее, что-то... Ничего подобного. Просто одни интересуются настоящим, а другим хватает на разных стандартов. Но в большинстве те, кто довольствуется навязанным, я так понимаю, сейчас? Как вы считаете? Ну, конечно. В большинстве всегда довольствуются скучной сверху разнорядкой. У нас есть интересный комментарий. Павел Левушкан, он, кстати, отец Павел, литеранский священник, он написал комментарий в фейсбуке. Я просто послушаю голос Умки, голос моей хиппанской, как он написал в молодости, как-никак. Вот такой комментарий. Кстати, вы поддерживаете связь со своими поклонниками? У меня нет поклонников, у меня огромная армия друзей во всех странах и городах мира. Я не люблю людей, которые планируются с другими людьми. Есть другие вещи, которые богу им это планируется. Поэтому, когда кто-то пытается со мной контактировать в качестве поклонника или фаната, я сразу мягко объясняю, что мне это, мягко говоря, неинтересно. Интересно, что в одном из интервью вы говорили о том, что вы любите быть на равных, и у вас возникали сложности с людьми, которых вы считаете выше себя по каким-то критериям, и вы с ними не смогли найти общий контакт именно по этой причине. Да, так я особо не искала. Я как-то так вот сразу тушевалась. И причем я терпеть не могу, опять же, когда тушуете передо мной, когда начинают там называть меня по имени-отчеству, как-то глядеть в пол, немножко, если говорить, в парке, и, вы знаете, да, как-то песня-то, рыжка целовая там, ну вот это все. Или даже, знаете, вот интересно, иногда смотришь за, думаешь, о, вот это интересный человек, вот это интересный человек. То есть классно было бы сейчас после концерта с ними поговорить. Говоришь, ребята, подходите сюда, будем разговаривать. Подходят, люди начинают разговаривать, а вот те, которые казались самыми интересными, они в лучшем случае сидят на головке, а в лучшем просто сразу сбегают, потому что вот они не готовы к прямой контакте. Потом вот иногда что интернет еще не начинаешь общаться разговаривать. Потом уже дружить. Ну, это... Меня спрашивали, когда у нас был, так сказать, период подъема Буреначеска, я спрашиваю, ты что, а если у тебя будет миллионная аудитория, ты что, будешь, скажем, взорваться на ручку? Я говорю, а да, буду. Но я не верила, мне тогда, что у меня будет такая большая аудитория. То есть она остановилась где-то не из-под того и количества этих людей, которые я спрашиваю. Ну вот, недавно вы описывая свою поездку на выступлении в Нижний Новгород, написали в Фейсбуке следующее. Я думала, что из зала начнут уходить сразу, потом думала на третьей песне, ничего подобного, совершенно посторонние, казалось бы, люди, взрослая, спокойная, цивильная публика, человек пятьсот, так еще и орали, и добавки просили. Вот насколько это частая история, когда люди уходят с концерта, и ранит ли это вас? Нет, нет, у меня этого никогда не бывает. У меня обычно немножко другая аудитория. Это была спокойная, цивильная возрастная аудитория, которая приехала на спокойный, цивильный возрастной фестиваль. А ей предложили, значит, меня, Щербину, Вагина, и эта публика приняла и заинтересовалась, и совершенно не только не уходила, но даже потом подходили, говорят, как интересно, а почему мы вас никогда не слышали, а почему мы вас не знаем. Почему? Понятно почему, потому что это совершенно другая песочница, они не пересекаются. И было все сделано для того, чтобы это не пересекалось. Я не пересекалась, да? Сейчас вот началось взаимопроникновение таких вещей. Может быть, это даже хорошо. Ну вот вы еще в своем фейсбуке писали о возможности приехать в Даугавпил с концертом. Насколько большая аудитория у вас в Латвии, если вы знаете ее? Я только в Риге играла. В Риге очень много народу приходит, приходит, да. То есть в Риге можно сыграть любой концерт, любой аудитории. То есть сколько народу, насколько рассчитан на это аудитория. Я, знаете, еще, я же практикую и всячески приветствую бесплатные концерты, но бесплатным ходом, то есть я просто собиралась какие-то деньги, например, в пакет. И тогда приходят, ну просто все, то есть в том числе и те, у кого нету внушных сети, ну, внушных сетей, евро на грех. И вот тогда начинается интересный разговор. То есть появляются люди, которые вообще обычно не могут себе показывать что-то такое. То есть аудитория сразу увеличивается в разы? Она увеличивается в разы в два, и среди нее появляются другие совсем люди еще. Вот. Мне интересно такие люди. То есть, конечно, те, у кого есть деньги, мне тоже очень интересно. Не скрою. Я всем, я вот так вот, так сказать, отмахиваюсь от денег, потому что я не люблю деньги, не люблю зарабатывать. Я очень, очень люблю зарабатывать, и более, что у меня большая семья, которая требует постоянного кормления и там прочее. Там подойдет. Платить до квартиры. Не знаете, что это значит. Поэтому я очень часто в интернете пишу, что ребята, вот и все, я не выгребаю. Приходите, бесплатно, там, что-то, приходите, им подарить, что-то, что-то. Ну, вот не выгребаю я платить, платить, например. Я начинаю просто прославлять деньги. Друзья, не нужны таких фондингов. Ну, вот у меня довольно такой провокационный, может быть, вопрос, можете, конечно, на него не отвечать. На вашей странице я также увидела просьбу прислать неравнодушным деньги, чтобы неравнодушные люди прислали денег. Насколько... Неравнодушные я не писала там. Ну, да, это мое слово, я его уже добавила. То есть люди, как правило, которые откликаются, они неравнодушные. Откидывать такое всеобщее, вот это вот, в этот винегрет, который у меня слышали, да, так, чтобы что прислали, да, ну, я же писала. Ну, и насколько часто люди отвлекаются из вашей аудитории, вот, если вы можете ответить на этот вопрос, конечно. Я вам рассказала, часто отвлекаются, они все время потихонечку мне свой индук присылают, как если бы я была девушкой или бабочкой. И мне это очень приятно. Это я чувствую живую поддержку. А потом они приходят на концерты, и их все радуют, и все бесплатно, и они очень благодарят. Я свои действия, книжки просто с пачками тем, кому это действительно нужно. Я считаю, вообще-то правильно. Это так должно быть вообще, в принципе. Я считаю, что убедность так называемой совершенно ложной, ложной посуды. Потому что не может у нас быть никакой убедности. У нас крайне, не готова к этому аудитория. У нас по-настоящему популярно может быть только по-настоящему сухлая, это не попута. Ну, что говорить. Аня, что вы сказали по-настоящему популярно, простите? Сухлая, только попсятина может быть по-настоящему популярной. Потому что невоспитанная аудитория, музыкально невоспитанная, поэтически глухая. Ну, что, о чем говорить? Я имею в виду не нашу личную аудиторию, а миллионную аудиторию. Во всем мире? Странную. Ну, в мире очень лучше было, сказать, потому что есть какая-то. Ну, вот если говорить о вашей музыке, какое влияние на вас оказали зарубежные исполнители, вот в частности такие рок-группы, как Rolling Stones или Beatles? Такое категорическое влияние оказали несмываемое совершенно. Я выросла на русском от Узнаве на Вильмассвеевой. Я не знала, что бывать другом. Потом, ну, с возрастом, там, лет 13-14, 15 лет корот, на карте, там, все таки. И вот, и я совершенно прозрела. Ну, то есть, то осталось как основа, а это надеянно отстроено. И я считаю, что по тем причинам почти все, что в нашей стране что-то делать, были ли мне интересные любые истории. Ну, что ж, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Мы ждем вас в Латвии, в Риге, если будет такая возможность, приходите к нам. Вы долгов-полосы не делаете концерты? Долгов-полосы тоже любим, но мы хотели бы увидеть вас еще в студии, уже не по скайпу, не через фейсбук, а в живьем, так что, если будете в Латвии, с удовольствием вас пригласим. Я рада, если пишите. Дело в том, что я в Риге часто бываю, потому что я одну на Бузову в Вильнице, я знаю литовку и перевожу литовку. Поэтому зовите, я приеду. Спасибо вам. Простите, что я была такая недовольная. Нет, мне кажется, хороший у нас получился разговор, поговорили о важных темах. Спасибо вам большое. Аня Умка Герасимова была с нами на прямой связи. Лидер группы Умка и новый состав. Ну, Умка и Бронщок, Умка и Броневик и так далее. Умка и Броневик и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время. Всего вам доброго и до свидания. Эфир провели Анасквернова. Спасибо, что хорошо. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев.